Омский велотрек продолжает принимать соревнования областного, всероссийского и международного уровня. С 11 по 14 октября под сводами современного спортсооружения собрались боксеры. В соревнованиях с почти полувековой историей приняли участие 146 мастеров перчатки 15, 16 и 17, 18 лет. Турнир, посвященный памяти первого директора Омского нефтезавода Александра Малунцева, хорошая возможность для молодых боксеров получить или подтвердить звание кандидатов мастера спорта. Очень важно и ценно то, что все наши омские титулованные боксеры, такие как и Александр Островский и Алексей Тищенко, прошли через этот турнир, были его победителями, потом уже достигли своих выдающихся результатов. И даже Леонид Николаевич Киселев был победителем первого турнира. И в общем-то это такие вот знаковые вещи, которые связаны с ним. 2017 год подъемный для омского бокса. На торжественном открытии турнира заслуженные премии получили триумфаторы континентальных первенств по боксу. Илья Богатырев, Анатолий Федоткин и Салтанат Маденова. А благодарственные письма Министерства спорта Омской области, тренеры и родители спортсменов. Мы в этом году решили отметить и наградить, поздравить родителей наших ребят, детей. Посчитали, что они на самом деле делают очень большую работу, так скажем, вне ринга, дома. Они воспитывают ребят, они мотивируют, они говорят, что нужно идти заниматься спортом, боксом. Особенно вот у Салтанатана, как бы девушка и мама и папа, я знаю, что они очень активно участвуют в ее спортивной жизни. И поэтому мы, как бы, от лица федерации решили их выразить в знак благодарности. Четыре дня боксеры регионов Сибири и представители Казахстана спорили за лидерство в своих весовых категориях. Среди фаворитов – опытные титулованные бойцы, знающие, что такое международные ринги. Что заставляет участников первенств Европы и мира возвращаться на Омский турнир. Я приехал сюда в Омск, был еще очень маленьким, проиграл сразу же в первый бой. Потом не растерялся, сразу начал тренироваться. Потом приехал еще раз сюда же в Омск, проиграл тому и тому же сопернику. Ну, потом приехал обратно, начал тренироваться. И вот после тех вот боев, как приезжал сюда в Россию, у меня пошло вот все вверх-вверх, начал выигрывать. Зрители, которых на финальных боях собралось более двухсот, явно не пожалели о том, что побывали на турнире. Жарко было и на трибунах, и на ринге. Недавний участник первенства Европы Анатолий Федоткин встретился в финале с новосибирцем Виктором Замашным. Амич признался, что в финальном бою старался работать технично. Это и принесло ему золото турнира. Готов был. Я знал, что я его бой видел. Я знал, что будет вперед идти. Ну, и как бы стратегию это готовил. В финальном поединке в весе свыше 80 килограммов Тимиржан Ракишев не оставил никаких шансов своему земляку, Тимирлану Абдусаламову. В этом бою ввиду явного преимущества победу одержал Тимиржан Ракишев. Омская область. В полуфинале было тяжело. Соперик меня превышал на 20 килограммов. Но я с помощью выносливости победил его. Ты ожидал ли ты, что финальный бой закончится за явным преимуществом? Да, ожидал. Потому что я работал на дыхалке своей. Бегал каждый день. Так что это было предсказуемо. К радость омских поклонников бокса представители региональной школы смогли существенно пополнить медальный багаж. Наши атлеты в общей сложности выиграли 34 награды. При этом 12 из них высшего достоинства.